Ошибок. Но теперь карта The Train И как бы на трейне G2 играет Очень-очень здорово. Поджим на зеленке Твист погибает и лично стал рисковать Ну что ж И 4 в 5 пока что Ликвида в меньшинстве Они правда в защите. Может быть Если по позиционке выиграют это войно То и пистолетный раунд возьмут Но не стоит забывать, что это за карта Для команды G2. Опять же Питер получает в лицо Питер держит удар нормально Если жизнь тебя бьет по лицу, надо держать удар Станислав держит. Хорошо. И здесь Ой, какой одеща. Ой, как хорошо Ты на бауне. Своу вообще Вот это да Вот это было жестко Как же G2 ошиблись С пистолетами. Они могли выйти Просто на B, но Перехитрили сами себя и вроде как слышали Комнату вверх-вниз. Слышали одного Но думали сейчас четвером свалимся Этого одного загрызем. А там Два человека. В итоге Дабл дэмэдж из Юспов и великолепная Работа от команды Ликвид 1-0 американцы повели в счете На пистолетке Ликвидато На трейне выиграть С ума сойти вообще Что мы сегодня смотрим? Какая вкуснотища Даже ужинать потом не надо Я и так насытился, судя по всему Ну что ж, и три опорника на E-Plan T Один на шестой На шестой линии Около зигзага работает как раз таки GDM готовый помогать, если что, B-Plan 2 На всякий случай Пока что почти вся команда G2 Стоит около бомбы, около E-Main Здесь на подходах думают, куда идти И правда на самом деле довольно интересно Куда ребята, все-таки куда ребята пойдут Раскидки, судя по всему, на зигзаг поехали Значит это будет E Наверное, насколько я могу понять Но если это не фейк опять же, да Раскидочка все-таки нет Это не фейк Выход на точку A Бомба будет условно именно там Правда, как-то странно пушат Один уже довольно близко был к окнам А остальные парни пока только пробегают В итоге команда G2 лишается абсолютно всех своих тиммейтов Шокс последний 1 в 5 Забирает все-таки нитро Но Твист делает последний килл 2-0, Ликвида берет еще один раунд И нет, конечно, денег у команды G2 Шокс, кстати, все равно тратит 700 долларов на Desert Eagle Хотя у него совсем мало финансов Странное решение от Шокса Потому что в следующем раунде понадобится в любом случае Много гранат Но и Апи, кстати, тоже 300 долларов потратил на P250 Это значит, что им нужно будет с калашами на стрельбу Больше ориентироваться при счете 3-0 пользу Ликвид Здесь хотя бы без старых арморов А то французы любят Нафорсить-то, напокупать А потом отдаваться следующие 2-3 раунда после этого Поэтому Шоксу, наверное, даже этот дигл можно простить В скобочках нет Нитро убирает его 4 в 5 остаются G2 сейчас им тяжело 3 в 5 остается G2 Твистс работает по Апексу так же Немножко подфармливают здесь аккуратненько, ребята Ой-ой-ой-ой-ой-ышки Все закончилось Питер НБК Бадди в ответ на Питер И GDM Твистс заканчивает с Бадди Кеннисом 3-0 Ну, пока что все здорово Для американцев Но в целом карта, конечно, джетушная И на трейне они не раз Дивансировали очень хороший уровень игры Но при этом Как бы пистолетку проиграли Второй проиграли Теперь играет без АВП А без АВП от Кенниса Опять-таки Против GDM Будет тяжко И, соответственно, ликвиды могут Набрать Там С самого начала Свои необходимые 5-6 раундов А это будет довольно серьезный задел Поэтому Команды G2 Естественно Ну, они и так Все прекрасно понимают Они сами понимают Как им играть Посмотрим Сейчас будет зажим Точки А Заточенный Под минимальное количество гранат Кстати, Питер Питер, извините Играет довольно раскованно И готов поджать Ладдеррум Би Кей Умирает GDM Килл И это уже уменьшено большинство Работает GDM, да Против снайперской винтовки С калашами Реально тяжело Просто супер тяжело Но все равно Надо как-то находить себя здесь С ланга Около зелень На зелень, прошу прощения Стягивается аккуратно На G2 В звене из трех человек Последнего четвертого Бады оставляют Уже нигде не оставляют Питер оформляет Килл по нему Апикс, правда, проходится По тресту, конечно Они начинают залетать На шестую линию Нитро уже готов Уже готов Нитро пока стоит под окнами Ждет, ждет, выжидает Смог может нашить Но нашивать, видимо, не будет Кеннис здесь также ждет Своих оппонентов В четверочке И встретит Питера И сейчас Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Получилось Неплохая позиция у Кенниса Непонятно, почему Питер Стал пушить Но, опять же Ничего по факту Этот выход на зеленки Не отдает Хотя, возможно GDM сейчас Допустит ошибку И тогда На бэклэнд Можно будет прорваться Коктейль Молотова Теряет ХП Пролез Кеннис Второй остался Ошибается Все-таки GDM И теперь Можно поставить бомбу У нас на точке Б Никого нету Кеннис подбирает АВП Играет вблизи Ему нужно чекать зигзаг Ошибается Ильич пользуется случаем Выходит на вагон Кеннис Просел Тем временем Шокс обходит Два игрока Команды Ликвид рядом И два игрока Атаки Довольно близко Находятся Шокси Стреляется Забирает нитро И Ильич Остается один против двоих Как же Ликвиды Последняя обойма Да тут Не в обойме дело Один в два Я не знаю Затащит ли Ильич Стреляется И все таки Шокс играл Прямиком Возле своего тиммейта Ну вы все Прекрасно видели Опять же Карта Выход просто Через зеленку Налево И казалось бы Ну что могут сделать Три террориста Вот в этой области Когда тут Игроки защиты Тут игроки защиты Как бы Ну защите не нужно было Вообще просто высовываться Никуда не надо лети Никому хелпать То есть террористы Ничего для себя Не заработали Выйдя на эту линию Но игроки защиты Просто сами пошли И отдались Вот так сыграла Защита В основе команды Ликвид И просто подарили Американцы этот раунд Да уж Но зато Французы могут вернуться Постепенно Укрепляют Три опорника И плент Один на зигзаге Стоит между Соответственно Плентами И господин Станислав Здесь будет принимать Все вот это вот Что пойдет На биплент Если пойдет Опять же Потому что я смотрю Поползновение в сторону Апдауна По крайней мере Мысли все На сплит Аплента Сейчас направлено У команды ГТУ Получится у них Или нет ЖДМ принимает Шакса Это был выход На нижнюю рампу На рампу Прошу прощения Около биплента Не получилось Выход от Апекса Развал Нитро погибает Питер тем не менее Забирает НБК Снова через зеленку Пытается пройти ГТУ Кеннис остается Апекс Уходит Но и Кеннис Не знаю Будет ли рисковать Откидывает пока что Под себя смачок Понимает Как минимум Один из оппонентов Находится слева От него И в принципе Теперь можно пропускать Этот спрей Выходить направо Кеннис Кстати рискует Выходит наоборот На соперника Твист Слышал эти перемещения Кеннис Промахивается Уходит назад На зеленку Выживает Красный Кеннис Красный Апекс Все теперь зависит от Бадди А Бадди при этом играет С Ю МП 45 И Лидж Между Оп тень Тень заметил Апекс 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 А тень то не заметил Кстати И все таки мог погибнуть Но сделал минус Смог на Зик Смог второй Апекс Не знаю Замечает И Питера Да он замечает Питера А тот выходит Ёжики Пирожики Как ликвиды Просто Отдают эти раунды Я не понимаю Боба стоит В итоге преимущество За командой G2 Слушай Ну французы стараются Тут даже не то что Ликвиды отдают Не отдают Но французы просто Реально на характере делают То есть понимаешь да Сквозь смог пройти Это надо найти в себе Что то особенное И более то Апекс здесь Очень красиво сработал Пытается GDM Что то сделать Но у него 74 хп Ну ка на характере На характере Дефьюз На характере Дефьюз Не получается хорошо Но снимает Зато Апекса Оба Все таки взяли Все таки затащили Были близки Ну Качелище у нас здесь Просто ад Какой-то С ума сойти Что с Ликвидами случилось Почему они так сильны То есть Это в принципе Так наверное Не должно было бы быть На Лане собрались что ли Команда Ликвид Ну Лан всегда Это Специфическая игра Особенно Нынче Потому что 70 Наверное 80% Все игры в КС В онлайне И Ланы С одной стороны Часто Раз в месяц Да Но с другой стороны В онлайне Ты все равно Проводишь Намного больше времени Потому что Тренируешься Потому что Огромное количество Чемпионатов В онлайне Опять же Все отборочные На вот те же Ланы Проходят в онлайне Поэтому Не все всегда готовы Ранбош Это правда лучший состав Как и говорил Ильиш Тут такой Да Вопрос Ребята начинают Доказывать То есть Слова это одно А дела это совсем другое На зелени Довольно В интересной позиции Находится игрок Команды Джуту Он же Опять же Кенни Шраб Кеннис Пока стоит С Тэк Найном Никуда не спешит Пока ничего не делает Укрепление Бипланта В одного Питера Лишь Но на зиге Если что есть Ребята готовы Помочь Нитро получает Молотов Отходит назад Подходит Кеннис С Тэком Твист Чекает линии Уходит на Новую вышку И Нитро По таймингу Начинает нашивать Довольно много Дэмэджа вносит Но Позиция-то не прикрыта Лишь сымается Твист тоже Кеннис Чекает линии Там вдалеке у нас Есть игроки защиты Летит граната Коктейль Молотова Горит на дефолте Дэмэджа он уже Не наносит Но и Кеннис С ВП Кеннис С ВП Друзья Но Нитро Хорошая голова Кеннис все-таки погибает Но при этом Все равно 4 в 3 И все равно Очень много позиций Террористы И на зелени И на верхнизе И на пленте Все спрятались Сидят за вагонами И довольно много времени Игроки защиты должны потратить Апекс действовал довольно аккуратно Но все равно погибает GDM наказывает бадди Ошибки теперь пошли Существенные Серьезные Команды G2 Минус шокс Бомба Все там же МВК выходит И GDM тащит Вот это Закомбейчили Ликвиды в этом раунде Вот это прочитано 2 кг для GDM 2 кг для Станислава Он же Питер у нас В игре здесь подписан И эти ребята Делают дела сегодня Команда Ликвид Вот это да 5-1 5-1 5-1 И команда G2 Покупает Один калаш На банду Все остальные решили Нет Все-таки покупают Дальше Галилы Тэки Пытаются Как-то Затащить Ну Видимо Отталкиваются От того Что Постоянно Ликвиды Хоть и берут Но выживает 1-2 человека И по большому счету Французы правы Потому что На Табе Денег мы не видим У команды Ликвид Денежки есть лишь У GDM И то немного Для снайпера Это вообще Ну 1950 долларов Это копейки Копейки За которые ВП он не купит Поэтому Стараются G2 Пытаются поломать Но с другой стороны Видите Бай у Ликвид Бай у тех Ранбуст GDM знает Где находится Апекс Не успел среагировать Да Да Видел что Ноги пролетели Половина тела Мимо Ну что ж Смок полетел На GDM Он выждал Последний момент Мало ли вдруг Кто-то высунется До тайминга Смока Но Держит себя в руках Команды G2 Старается Насовывать Твист Здесь на зелень Никого не простреливает Всех по 100 хп И Ну-ка Флешечка Второй Сразу не будет Обождет Апекс Стоит со своим Сотоварищем Здесь Звено Ну-ка Ну-ка С бомбой О-хо-хо-хо Поработали GM Килл из АВП Твист Втопил Сделал два минуса Шок Сейчас это один против Четверых И все-таки Погибает Шестой Раунд для команды Ликвид И все-таки Экономическую войну Американцы выигрывают НБК Кстати 0-0-7 Очередной Джеймс Бонд У нас Помните в матче Херой против Люминосити У нас Шоу Тайм На нюке Был Джеймс Бондом Теперь Товарищ Товарищ НБК Опять Разные актеры меняются Да-да-да-да Кстати Шокс 600 долларов Калаш Странное решение Даже не знаю Вот от чего тут Отталкивается Шокс Просто уверен Просто Шокс Вот не знаю Чувствует Что он сейчас Выйдет Развалит Ну смотрим Вантеппать будет Папельон сейчас Подгорает пока что У него Немножко одно место Но Не до Вантеппл Апекс Енис остается С деглами вдвоем Лишь они Способны сейчас Что-то сделать Но Только лишь Кеннис остается Уже только лишь Он способен Сейчас что-то сделать Находится под окнами Около Зеленого вагона И Пытается Через углы Работать При этом Забавная история То что вся команда Защиты Перетягивается Вообще На зигзаг На биплэнд И лишь Джонатан Здесь через баньку Уже даже Старается поджимать Кеннис Кеннис вообще Никого не видит Но Понятно что Нельзя быть уверенным Абсолютно точно И По-моему он просто Испугался В смысле Физически По-моему Это был тот самый момент Когда ты просто Пугаешься этих выстрелов Пытался лишь Точнее Кеннис Выстрелить С дегла Ничего не получилось Даже Даже не рядом На самом деле 7-1 Опять Ликвида Впереди GDM Авик Питер Авик Калаши Мки Нитра Вместе с Твистом Ну и наконец Таким Полноценный бай У команды G2 У них пока что Еще ни разу Не было Именно такого бая Когда 4 калаша Раскидка И АВП От Кенниса Твист решил Сыграть агрессивно Видимо Под флешку Будет врываться На зеленке И в этот момент Флешка Не долетела Кеннис Вышел пораньше Твист погибает И теперь Преимущество За командой G2 Они по-прежнему Минтаррент Они стоят И ждут Кстати у нас Коннектор занят НБКМ И в коннекторе Никого нет Всего лишь один игрок Команды Ликвид Обороняет точку B И если Все таки Выберут G2 Точку B Для своей атаки Пока что Они скорее всего Раунд возьмут Но Судя по тому Где кто стоит Я так понимаю Это зажим точки А Похоже на то Потому что Два зелени Двое здесь Стоят под Мейном Один на обдауне Точнее один Около Мейна сотки Поэтому Похоже на Хорошую точку А Такую приятную Со всех сторон Зажимательную Но Это все еще Это все еще У нас здесь впереди И лишь И лишь Выжидает на обдауне Не шевелится Ни звука Просто Ни шажка Даже на шифте Кеннис уже снимает Станислава Отличная работа И лишь разворачивается Возможно Кстати говоря Не очень вовремя Да нет вовремя Бадди убивает Господин И лишь И снимает еще НБК Господин И лишь Однако здравствуйте Джонатан работает Браво И на два Бомба ставится у нас На открытом пленте И два человека Из команды Ликвид Неужели пойдут В принципе Шансы есть Но при этом Нет коктейля Нет Извините Коктейль молотого Как раз таки есть Нет Смока Смока Вот который Можно было бы Задефузить бомбу Но парни Судя по всему Пытаются Выбить Выбить плента Подсадочка На зиге Джидиэм Пытается кого-то проверить Никого он конечно же не видит Спрятали Джиду Они уже отдали Огромное количество раундов Понимают Что это большой риск Элич Забрался Пытается Апекс его наказать Элич Пока что все живы Все целы И все-таки Попытка была предпринята Но в какой-то момент Ликвиды поняли Что быстрого килла нет Значит Нужно уходить на сейв Бомба взорвалась Это второй для Джиду Но вот этот сейв Он очень грамотный Соответственно Команда Ликвид Сейчас все равно Будет иметь Очень хороший бай Да Они лезли вперед Попытались Отошли назад Очень хладнокровно Я в какой-то момент Подумал Что Элич Даже попробует Лезть в какую-то Другую позицию Или даже в ту же Но Очень-очень классно Прям Безумно нравятся Такие вещи Кстати говоря Вообще В североамериканском Контерстрайке Из того Который я смотрел Такие вещи Не частые Мягко говоря Поэтому Нравятся Как минимум Еще и поэтому Такие вещи Не часто Увидишь Пока что НБК Играет С очень плохой Статистикой Отрабатывает На коннекторе Накидывает Огромное количество Банок Отвиз Просто поджал В смочок Точнее Зажал в смочок И Апекс погиб На зеленке И такое впечатление Как будто Четко у нас Игрок защиты Видел Ну Как перемещается В смоках террорист Видимо То ли по звуку То ли по патронам Потому что Апекс Ну сам как-то там Нашивал Этот смочок Французы В меньшинстве Идут в сторону Б-плента Ну и Б-плента Проняет Два человека Там на самом деле Вопросов вообще Как бы быть не должно Юный джедай Твист May the force be with you Твист Он такой Ах да Сейчас включу Да да Умблер включил Нормально нашил Все забрал Апекс Ну опять Он просто Знаете Необычно Спреил Да Он так Поспреил Остановился Потом прицел Перевел Четко на модельку И попал То есть Как будто бы Смока у него Этого не было Хотя Должен был быть Медиа хлориана Подрубил Я же говорю Но здесь Стараются Принимать Биплент Ликвида Сейчас Если все таки Сюда хоть кто нибудь Сунется Это все таки Будет через Апдаун Ну ка ну ка ну ка Спускаются Аккуратно Да 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 Но здесь Встречал Ильиш Но Ильиш Ничего не сделал Нбк выходит Выходит Ну ка трансформатор Красный Не красный Нитро снимает Нбк Нитро снимает Кенниса Боди расправляется С Нитро Боди отвечает На то и саджи Дием Заканчивает шаксом Но остается лишь Один Боди С 7 хп У него 2 фрага Но надо делать Здесь слишком много Для него одного Справится ли Боди Бомб остается Надбив Окей Все таки 800 долларов Боди заработал Но Питер Ворвался Он делал все правильно Он понимал что Если с таким таймингом Действовать Каждому по одному Тогда в любом случае Раунд уходил бы в копилку Если бы Боди фейковал Он бы забирал соперника Но не успевал бы Ставить бомбу Он сыграл как сыграл Он поставил бомбу И все таки погиб В итоге 8-2 Ликвида берут Раунд Но как-то много денег Знаете ли Я так понимаю Много денег Потому что бомба стояла И потому что Вот в том раунде Когда 2 ликвида выбивало Они Практически никого не убили Там 4 человека выживало Соответственно Кеннис АВП Дигл Галил И Все хорошо У команды G2 В плане Бая Можно тащить Такое чувство Сейчас показалось Что Питер будет поджимать рампу Но В котлы Да Но решает все таки Отойти назад Кеннис снимает Вестца моментально Нитро здесь Ну-ка Чем нитро занимается Пока особо Ничем не занимается Потому что на ланге На зелени уже никого нет Точнее с ланга Как раз таки Бегут G2 собираться В звено Из трех человек Вероятно И будут уже дальше продолжать Опять через Либо через апдаун Работает Либо возможно Это забег на Б Кстати говоря По поводу Б По поводу Б Вот конкретно В данный момент В ближайшие Наверное 10 секунд Было бы прям Супер клево Прям на характере Выбежать Но Это так Не очень-то и работает И уже перетяжка На Б пошла Прямо сейчас От команды Ликвид НБК С Диглом На коннекторе Смотрит пока что Верхний GDM уходит назад Готов откидывать Флэшки Собирает Шокса GDM Неплохо Два минуса Чекает верхний И Лич приходит на помощь И только что Было хорошее преимущество Команды G2 Они его профукали И Лич наказывает НБК Бадди остается Один против всех GDM Снова килл Как же круто Разыгрался Снайпер Команды Ликвид Это девятый Восемьсот Окей Заработали G2 Но по-моему Этого Вот сейчас Уже не хватит Придется играть Просто с пистолетами И тогда Десять раундов Как минимум Ликвиды возьмут за КТ Очень много Ну достаточно много Точнее Хотя На трейне Да Тут можно Может быть G2 В защите Сами покажут Класс По-моему Даже должны Вообще-то Показывать класс Но Я сегодня Вообще не ожидал Такой игры от Ликвид Я наверное Совсем пессимисты На и ССГО Для меня Это слово Ругательное Может быть В каком-то смысле Хотя Опять же Кастел Играли Нормально Смотрели Все Но Ликвид Прям собрались Как Очень приятно Смотреть Нитро Откидывает Хаешку Да Действительно Ликвиды Играют Неплохо За КТ Я так понимаю G2 Абсолютно Не ожидали Такого Хорошего Диффенса Ну и конечно же Допустили Целый ряд Ошибок В частности Пистолетный Раунд Мы все помним Когда они упали В дропрум В верх-низ Комнате Их похоронило Два человека Хотя они В принципе Этот раунд Должны были забирать Пойдя на точку Б 3 в 4 НБК Кеннишо Кстати Что у нас по фрагам НБК 1 все-таки он получил 1 0 11 Статистика ужасная Но хотя бы Не с нулем Да Действительно Ну и Агентом 0 0 11 Уже тоже не назвать Поэтому Правда Правда таки Неплохо НБК Пытался снять Своего оппонента Не получилось Ой Твист Убивает Папильона Шоксевич Падает Здесь НБК Кеннис вдвоем Кеннис отваливается НБК Лишь один И падает Элижа Джонатан Сегодня работает Джонатан Сегодня работает Неплохо Но GDM Нитро Вообще Тащит команду Просто Кэрит Кэрит команду Ликвид Постоянно На самом деле Ну что Три раунда На самом деле Как всегда Я говорю На трейне Вот Счет может быть 10-0 Да Но если Команда Соберется И возьмет 4 или 5 раундов Оставшихся Она может Забирать Карту Детрейн В этом плане Трейн Отчасти Похож На карту Денюк Тоже КТ ориентированная Карта Но при этом Если ты За террористов Несмотря на Крупный Провал Там в начале Игры Берешь Свои 4-5 раундов Ты все равно Имеешь Хороший шанс На то Чтобы победить На то Чтобы Откомбечить Соответственно G2 Это понимает Начинает Раскидывать Открытый план Элич Забирает Моментально Апекса Не хватило Одной какой-то Гранаты Элич Как раз Навидел Залез на новую Вышку Но при этом Моментально Его наказывает G2 Как же рискует Смотрите Снайпер Просто Пушит Апдаун И Забирает На дефолте Бадди Шокс Вращается Извините G2M Уходит назад Кеннис Тем временем Под новой вышкой Смотрит Зелень Шокси На шестом Бомба Лежит G2M Ушел Назад Будет действовать Зигзаг Пытается Чекать Шокс Здесь Кеннис Кеннис Под девяткой Находится Прямо в аду Стоит Довольно Вообще Удобное Место В общем и Целом Ну-ка Начинает На четверке Двигаться До семерки Соответственно Здесь Кеннис Дальше Просматривает Спаун Там же Банька G2M Встретятся ли Эти два Товарища Пока непонятно Кеннис Меняет свое Расположение В сторону Шестерки И Может быть На зелени Все-таки Твист Его будет Принимать Видит пушку Ой Видит пушку Здравствуйте Меня зовут Кенни Шрам До свидания Господин Твист До свидания Самое интересное В этой всей истории В итоге Кеннис Не стал выходить Потому что Понимал Что там чувак В зуме Скорее всего И еще Сейчас На реакцию Мог его убить В итоге Он стал По сути По этой пушке Спрейить И все равно Его могли убить Но Кеннис Справился Бомба установлена И в итоге Преимущество Команда Ликвид Своё потеряла Они теперь Не знают О месторасположении Соперников G2M Будет проверять Новую вышку Там у нас Нет Не сидит Кстати Там у нас Никого нет G2M Понимает Что коктейль Молта В никуда Кеннис Наказывает Питера Но при этом Есть божественная Граната Но Шокси Не дает Дефузить И команда G2 Берет Третий Раунд И Денег У команды Ликвид Уже немного Но при этом Денег Столько Что Их Скажем так Экономика Заставляет Покупать И в итоге Такая вот ситуация Знаете Патовая Потому что Ты С одной стороны Покупаешь Фамасы У МПхи Да Есть АВП А проигрывая Раунд Ты напоследок Оставишься Без ничего А наверное Лучше Да То есть Лучше Наверное Было Слить Но с другой стороны Опять же Как слить Если там Четыре с половиной Но Ильич Забирает Двоих из УМПхи Неплохо В меньшинстве Взду Апекс Разваливает Ильича Все таки Три на четыре Апекс Выходит Пытается пропушить Тупики Откидывает Смог Но в принципе По хорошему Апекс Нужно Если бы вот сейчас Все таки Нашел Нашел Апекса Прям сзади Как они его В клеще Зажимают Они вообще Не видят Что ли Апекс Еще один килл делает Потому что Демя все таки Наконец-то его Заканчивает Апекс Какой же молодец Просто на характере Вышел его Как будто вообще Там не было Он как ниндзя Да Но с другой стороны Он по-моему Понимал Что на новой вышке Есть И вот если бы он Убил не новую вышку А шестой Тогда бы скорее всего Он еще побольше пожил Но так в спине Был у него оппонент Но все равно Шансы имеются Неплохо разыграли G2 Прошлый раунд 2 в 3 И сейчас И Бадди И Шокс Очень опытные Французские бойцы Остались Хороший тайминг Бадди Действует Причем он еще и Нашил Или очень сильно Набил как-то GDM А там снайпер Красный Здорово Здорово Французы разыгрывают Раскинули гранаты Сфокусировали Лимания на эту раскидку В итоге Бадди В этот момент пошел И как раз таки В этот момент Оппонент был красный Но вот GDM А под окнами Может быть сейчас Не проверят И даже несмотря на то Что у него нет ХП Он сыграет Кстати Блин G2 Просто Просто по-царски Действует Смотрите Как Как они разыгрывают Вот эти клачи Последние Кстати Самые важные раунды О которых я говорил 1 на 1 Ошибается все-таки Бадди Питер делает килл 10 секунд Не рискует У нас Питер А снайпер уходит Шокс Отличная работа От Папельона Но видел гранату Откуда молотов летел Поехала хаешка От Питера Залезает на красный И Шокс Что ты делаешь? Вот это жесть! Вот это не Вот это стальные яйца Шокс, друзья Вот это просто уровень Тактические тактики Кстати догадывается Он догадывается Он догадывается Шокс Как же ты зафейлил Ёжики-пирожики Станислав Браво Прочитано Перечитано Вау Вау Честно Я не понимаю Зачем так уж уходить Зачем так рисковать Потому что В теории В теории Ну ты мог остаться на центре Ты мог даже Ну уйти подальше Да? Если ты боялся Что тебя задавят Тем более Постоянно палился у нас Ну окей Даже если Ты это сделал Зачем же так выпирать? Выпирать Хотя с другой стороны Отсюда, да? Откуда-то его убили Из-под красного вагона Да Ну Тут неплохо тоже Станислав сориентировался Конечно же Ну Шикарный раунд Что Ну конечно Больше шикарности В команде G2 было Честно Там все-таки Один на один В конце Питер Перестрелял Заточили Но G2 мне понравились Как же они разыгрывали Шокс Забирает у нас Нитро Пропушил тупики Коктейль Извините Смок Уходит под окна И отсюда пытается Дальше наказывать Получается Минус GDM Шокс я очень зол Зол на своих оппонентов Из-за того что Проиграл прошлый раунд НБК тем временем Ловит Элиджа НБК Здесь будет чекать Аккуратненько Может быть Апдаун Да вообще В большинстве На самом деле G2 находится Даже если Кого-то убьют Никого не убьют Питер понимает Что Мое время вышло В этом раунде Точнее вышло Время всех остальных А в мое время Не хочет уходить И Питер здесь будет Скорее всего Сэйвить свою эмку Но может быть Через Мейн соточку Да Кого-то заберет То есть Что-то вот Прочекать углы Кстати такой Немножко Оверэкстендер У него угол Получился То есть Он прям Вообще широко Выходит То есть Такая какая-то История получилась Но все равно Четвертый раунд Жет у себя Берут Ну как Арсений говорил Четыре раунда Я бы посчитал Наверное маловато Может быть пять Было бы Классно Здорово Прикольно Может быть шесть Это хороший счет С взятой пистолеткой Поэтому мы буквально Через там Две минуты Узнаем Нормально ли Четыре раунда Если пистолетов Не будет Тогда это счет Полный отстой Если пистолеты Будут в копилку Джиту А они будут За КТ И шансов у них Взять пистолетный Больше Тогда счет Приемлемый Счет хороший И могло быть пять Могло быть пять Если бы Шокси взял бы Этот раунд Честно Ну с одной стороны Респект Что не побоялся Но с другой стороны Зачем этот риск Вот зачем так Так рисковать То есть Ты по сути Поставил бомбу Ты ушел за вагоны Там можно вообще Размонсить по вагонам Очень здорово Но он как-то так Начал отбегать В итоге Все равно его убили Да Все равно убили Ну что Вторая пистолика Да Это был последний раунд Первой половины Я сейвом тут Совсем уже Не засмотрелся На раунды Прошу прощения Дорогие друзья Естественно Сейвить здесь смысла не было Надо было атаковать Потому что раунд последний Очевидно Сброс сторон И так далее И так далее Покорнейший извиняюсь Поехали дальше Второй пистолетный раунд На карте Детрейн И все-таки Выжмут ли французы Здесь Второй пистолетный Или нет Это очень важно Для них Это просто безумно важно Два человека Уже упало в комнату верх-низ НБК На довольно хорошей Позиции находится Но напоминаю Что НБК Играл очень плохо За первую половину Сможет ли он собраться За КТ Должен Шокси Под окнами Апекс тем временем Наказывает Вместе с Кеннисом Элиджа Шокси остается На хорошей точке Бомбу правда Устанавливают Тапик забегает Твист разваливает Кабины Шокси тем временем Пушит тупики Твист забирает НБК Шокси Спину Забирает ДжДМа Забирает на дефолт И твиста Правда должен в бок выходить Но не своевременно Действует Нитро И Нитро остается Один на один Коктейль Молотова Летит Все Бали нужно уходить Но времени в принципе Хватает Нужно Кеннису играть Аккуратнее Нужно как-то Не знаю Сориентироваться Попросить вместе Сыграть Сыграть сообщ А Нитро Они идут Они идут Они идут Ооо Нитро здорово отыгрывает Нитро отыгрывает Просто шикарно Они его не достанут И Кеннис еще умирает Браво Просто браво И все Просто кончается время Просто браво То есть он просто стоял В печень Получал пули Но ничего не смог сделать Ни в коем случае Нельзя было давить Сейчас вдвоем Очередная ошибка От команды G2 И за это Наказывает их Ребята Как тут нужно было сыграть Диффузы были у Боди Боди конечно же Должен был диффузить При этом он должен был Просто делать имитацию Того что он диффузит Кеннису Нужно было прятаться За красным вагоном И в момент выхода Такого уже стопроцентного Игрока атаки На бомбу Кеннис мог выйти И сыграть на размене Или вообще Кеннису имитировать Неважно что у него нет диффуза Просто имитировать То что он диффузит Кеннис Забирает Элиджа Выход на Апленд Довольно быстро Решит сыграть Ликвиды Твист контролит Кеннису Кеннис погибает На пленте Шокс и Боди Боди второй армор Можно сейвить А вот Шокс попытается Лизовать свой 5-7 Его находят Жидем делает килл И Боди сохраняет Пистолет 5-7 Это 13-й раунд Для команды Ликвид И второй армор Да Тоже важно Тоже пригодится ему Потому что Как-то надо выбираться Из этой ямы Но выбраться из этой ямы Будет невероятно сложно Это такую защиту Надо будет показать В ближайших Ну что 5-6 Наверное Даже раундах То есть Прям такой Винстрик взять Мой французам Тяжело против Ликвидов Конечно Хотя И команда Ликвид Практически Организовала себе Победу на Д-трейне И мы Может быть Увидим Следующую карту Опять же Да Мне вот интересно Глянуть Кто же выбирал Трейн По-моему Это Джиту Его выбирали Да Джиту Пикали Трейн Друзья Своей карты То есть Насколько они были Уверены В том Что они победят Но Как мы видим Они сильно ошиблись И ошиблись Знаете Ликвид играет Круто Ликвиды Очень жестко стреляют У них есть Какие-то банальные Тактики Но вот 2 на 17 От НБК Что вот случилось С этим человеком То есть Твоя карта Все хорошо Ты играешь Не против Там СК Да Против Ликвид Против хорошей Североинкарской команды Почему он не может Показать свою игру Вопрос Я бы поставил На вчерашний день То есть В смысле Технически Сегодняшняя ночь По Москве-Киеву Мне кажется Что морально просели После такого поражения От Синайн Прям вообще Прям вот туда Вот Прям Тильт И Попробовали сегодня Проснуться Взять себя в руки Но Как видно Еще одни Североамериканцы Наказывают Джетто То есть По моему Это чисто Моральная тема Джедем Убивает Натана Шмита Ну Есть разные мнения Ну Вот у меня Например Такое И пока Четырех пять Лидж Полный хлам Полный хлам Для Элиджа Шокс Справился Отличная Гранатка Шокс Подбирает ОМП И попытается Сохранить Оружие Нет Нитро Ловит Своего Оппонента 14-4 Ну что Команде Ликвид Нужно взять Два За атаку За слабую сторону Команде Джету Нужно взять Извините Двенадцать Раундов За сильную Конечно Шансы имеются Но тут Нужно Как минимум Сходу Сейчас Набирать Пять раундов Подряд Для Джету Чтобы еще Победить Пять подряд Да Да Винстрик 6-5 5-6 Был бы Совсем Совсем Хорош Два ВП Кеннис Шокс И Ля Фомасу Боди Две Мки Маус Вдикей Издевайся Есть Вот Именно сейчас Тот самый Задел Надо Поднимать Эту Целину Прямо Здесь И вскапывать Ее Прямо Сейчас Джедем Снимает Боди Уже Не так Как-то просто Одна лопата Отвалилась Осталось Еще Четыре Шокси Забирает Виста Играет дальше На открытой местности На точке Б Моментально Элиджи Забирает Кеннис Забирает Нитро В ответ Кеннис Ловит Элиджа Ситуация 2-3 Бома Стоит Но Джедем За собакой Джедем Правда Просел Кеннис Пытается Обнаружить Своего Оппонента Джедем Не палится Откидывает Смог Джедем Выходит Все-таки В этот Смог На дефолт Смотрит Открытый Смотрит Верхний Знете Плэнд За собакой Находится НБК Рассекретили Джедема И все-таки Команда Джедем Тащит Этот раунд Но Блицки Были Ликвид Вообще Непонятно Почему Джедем Ну Сразу Не ожидали Довольно Быстрой Игры Понятно Что Ликвид Первое Время Сейчас Будут Пытаться Просто Пробить Знаете Вот Когда у тебя Преимущество 14 Там 4 Ты будешь Просто Пробивать Массой Массой Пытаться Выйти На открытый На закрытый И все это Нужно Читать И только Вот опять же Спустя 5 раундов Если Джеду Возьмут Команда Лик Это Степенится Возможно Возьмет Тайм Аут И начнет Там Что-то Тащить Задел Есть Пока Что Пока Что Задел Есть Надо Продолжать И не терять Стержин Сегодня Им Этого точно Очень Реально Очень Не хватает Вчера Потеряли Шокс Работает По нитро Хорошая Работа Браво Молодец Умничка Просто Здорово 4-5 Остались Лишь Здесь Снимает Окошки Возможно Для будущих Раскидов И Зеленку Поджимает В звене Из двух Человек Пока Что Команда Ликает Но Не спешат На саму Зелень Апекс Стоит У нас Пока Что На зеленке Он что Без Заттого Играет Да Без Глушителя Эммочка На 20 Патронов Но при этом Апекс Без Глушителя Интересно А у меня Кстати С глушителем У тебя С глушителем А значит У меня Бак Я понял Да Правда Забавно Посмотрим Как он Да С глушителем У меня Не отображается Почему-то Глушак Тем временем Кенниса В 3-6 Огоне Шокси Вместе С Бадди Остаются вдвоем Против троих Шокс Погибает Джидием Дождался Своего соперника Бадди И с той же позиции Джидием 15-5 Ух Ликвиды Да Неожиданно Неожиданно Просто Обыгрывают Команду Джиду На трейне Вообще Как такое Возможно Непонятно Вообще Вообще Невозможно Я гляну Сейчас Мне вот интересно Просто Ликвид Такой трейн Демонстрирует С ума сойти 24-9 У Джидием 24-9 18-12 У Нитро И лишнее Остает 17-11 Ты выйдешь Работает 16-12 Питер Станислав Он же 10-10 Единичка КД Ровно Но Великолепно Жидкие кони Стали твердыми Кто бы мог подумать Не просто так Про Тим Ликвид Да Шутки Тим Чоук И так далее Не просто так Это все было Но Не в этот раз Дорогие друзья Не в этот раз На этом лане Дым Хакостин Трэйн У них Это Карта Самая последняя Ну вот если не брать Инферно новая Ну потому что Инферно новая карта Трэйн это одна Из их самых Последних карт Макбули То есть они Трэйн Особо не любят Играть И на Трэйне Винрейт Там 50% Или чуть меньше Но при этом Вот С такой статистикой Против G2 Против далеко не Самой Слабой команды Я бы сказал Даже команды Которые сейчас Возможно Входят в топ 5 Несмотря на Не знаю Там присутствуют Они в рейтинге На хелт и ворк Там условном Пока не присутствуют Тут астралец Фейс Виртус Про СК На Тус Винсера Но мы то понимаем Что Виртус Про В этом рейтинге На третьем месте Вот Непонятно почему Непонятно почему Как раз таки Как раз таки Виртус Про Ну и Нави Тоже как бы На пятом месте То есть на самом деле Если так На данную секунду Может быть И G2 Должны быть В этом рейтинге В топ 5 Но при этом Они пока что Проигрывают Команде Ликвид Ситуация 2 на 4 НБК Шокс Шансов никаких Да Да Тяжело выбивать И с одной позиции Работают Если как-то Сплитовать Нет Все Уже нет Все Натан Шмидт падает Остается Папельон У Папельона Не залетает И Туис Заканчивает Здесь НБК 2.20 Друзья Вот это Рейтио Просто 2.20 2.20 Подожди Это сколько У меня с математикой Всегда проблемы были Это очень жестко КД 0 1 1.10 Если сократить 0.1 Да Просто жесть Просто жесть Друзья Итак Мы не прощаемся Третья карта у нас Денюк Посмотрим Оставайтесь с нами